К всероссийской акции «Звонок ветерану» присоединились и люберцы. Представители власти связываются по телефону или видеомессенджеру с участниками Великой Отечественной войны, чтобы поздравить с Днем Победы и еще раз поблагодарить за мужество и героизм, проявленные в те страшные годы. Персональное поздравление от главы «Люберец» Владимира Ружицкого приняла ветеран войны Ольга Волкова. Наша съемочная группа наблюдала за их беседой. Это вот я сижу? Это вы, да. А, вот очки одеваю и все такое, вот. В таком формате Ольга Ивановна готовится принимать поздравления впервые. Разобраться с техникой и подключить соединение помогли волонтеры. Но в первую очередь они преподнесли подарки в честь самого главного праздника в ее жизни. Спасибо большое. Я это никогда не забуду. По ту сторону экрана по видеосвязи подключается глава городского округа «Люберцы» Владимир Ружицкий. Цель разговора не только поздравить с Днем Победы, но и узнать, в какой помощи нуждаются люди, подарившие мирное небо. У нас конкретный фронтовик. Я посмотрю вашу биографию. Курская битва. Дошли до Берлина и свою подпись оставили на Рейстаге. Таких людей на весь Советский Союз были единицы. Поэтому здесь живая история, Ольга Ивановна. Поэтому вот я искренне хотел бы вас поздравить с праздником Победы, потому что это ваш праздник. Может быть, мы чем-то вам, может быть, полезно, может, что-то надо вам чем-то помочь. Возможно, к нам какие-то вопросы. Какие могут быть вопросы? Я довольна, что вы какое-то внимание ко мне уделяете. Я очень довольна вами. Я сегодня просто не забуду этот день никогда. Огромное спасибо всем, что вы помните о нас, о ветеранах войны. Не обошлось во время беседы и без тяжёлых воспоминаний. В 43-м году Ольга Ивановна была студенткой медицинского техникума. 16-летнюю девочку отправили на фронт оказывать помощь раненым. С четверых перевязала, пятого стала оттаскивать. И мне прям пуля в ногу попала, кость пробила. Это на границе Польши. За годы войны Ольга Ивановна Волкова неоднократно становилась свидетелем страшных сцен. И не раз спасалась от смерти. Долгожданную победу она встретила в Варшаве. С тех пор считает 9 мая своим вторым днём рождения. Луиза Егязарян, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.